Наверняка на ленте ютуба вы встречали вот такие вот ролики Да, даже от этого я охренел Давайте разбираться Не так давно, ну как давно, недавно начал вируситься новый мем Под названием AAA Awonication Не трудно понять, что данная музыка из мема так и называется Vacation, что на русском переводится как отпуск Все, ухожу в отпуск Ну за основу этого мема идет один очень криповый персонаж А именно Стейк Что? А что не так? Ну, у Стейка есть глаза и рот Это пиздец А кстати, этот же мем похож на кое-что Хотя на самом деле это два разных мема Ближе к делу Если один из мемов был взят с детского мультика про личинки То второй был взят из видеоигры, о котором сегодня и пойдет речь Итак, представляю вашему вниманию игру, которая через сколько там лет превратится в мем Это Чарли Зе Стейк Вышедшая в мае 2013 года То есть ей уже порядка 11 лет Также Чарли Зе Стейк сравнивали с моим говорящим Томом Ведь он мог повторять слова, которые произносит игрок Но данная игра отличается тем, что здесь нужно Убивать, 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 убивать Стоп, стоп, стоп! Я не это имел в виду Здесь нужно готовить Чарли Здесь его можно Попить молотком Поперчить Поджарить, от которого он становится Черножопый, блядь Всячески его мучить Потому что Я не знаю, на чего эта игра существует Точнее, существовала Я думала, но изначально, что это какой-нибудь там симулятор по приготовлению чего-то А это игра, где нужно попросту издеваться над этим стейком Хотя он тебе ничего не сделал Ты можешь хоть тысячу раз его поджарить А ему нормалды В принципе, в этой игре я не вижу такого жестокого или страшного Ага, конечно В игре присутствовали уровни, с которыми начинается самое интересное А что именно? Простите, что вот так я переоделся Ну что ж, начинаем? Вернемся к нашим уровням Всего в игре было четыре уровня И чтобы их получить, надо было их покупать Да не за какие-то там монеты, а фрикадельки Обалдеть! Хотя на самом деле это была такая валюта в игре А для их получения нужно было играть в лотерею В надежде на то, что ничего не проиграешь Выполнять всякие квестики И просто мучая Чарли А затем ты можешь приобретать себе уровни И творить ту же хуйню Так, без лишних слов Да и вообще уровни являются самой стрёмной вещью в игре Потому что с каждым новым уровнем геймплей становился всё мрачнее и мрачнее Пытки становились всё жёстче и жёстче А сам стейк становился всё страшнее и уродливее Вот так вот Что боюсь? Предлагаю разобрать уровень, который называется раф Что переводится как сырой Первое, что нам бросается в глаза, это сам стейк Потому что он выглядит как-то не так И все необычные вещи, как его поджарить, порезать, поперчить Заменились на Отбить зубы отбойным молотком Выколить глаз Оторвать ему язык Как мило Я вообще не понимаю толку этого садизма Хотя логично, что никто бы не захотел есть такой кусок мяса Поэтому и приходится делать такую дичь И сейчас у меня все будут говорить Ну, подумаешь, простая игра На первый взгляд, да А если вы не так ознакомлены с этой игрой И доберетесь до уровня сырой То ваше мнение резко поменяется Перечислять то, какая то жесть творится Можно очень долго Поэтому я вам предлагаю переходить к самому интересному Незапно Как бы у вас не горело желание в нее поиграть У вас это не получится Потому что данная игра была уцелена Тут у вас возникнет вполне логичный вопрос Почему? А если честно, то я вообще не знаю Может быть, эта игра не пользовалась такой популярностью Была только на App Store и на системы iOS Либо из-за банальной жестокости И, возможно, пропаганда садизма Если это так, то почему еще на ютубе не забанили Happy Tree Friends? А? Ведь там, поверьте, пахлящее выкалывание глазного яблока усты Ну да ладно И надо признаться, испарение игры выглядит как-то так Но погодите, есть и хорошая новость Да, игра была найдена Думаю, нет уже смысла о чем-то говорить Давайте лучше переместимся в май текущего года И как вы все знаете В этом году начался полномасштабный хайп Вокруг этой игры и его маскота Да, все эти странные мемы приходят как не странные из тиктока И Charlie the Stake не исключение Сколько уже разбора сделали по этой игре Когда до этого про нее не было ни слуху, ни духу Знаете, это как Не восстали машины из пепла ядерного огня Так и здесь Была игра, про которую никто даже не знал И вдруг один человек из тиктока Сделал самый популярный мем на ближайших два месяца Фух, вроде все рассказал Теперь можно и закончить Субтитры сделал DimaTorzok